Львовский день во Вроцлаве. 21-й международный кинофестиваль «Новые горизонты». Какие празднования будут во Вроцлаве по случаю Дня независимости Украины? Пассажиры с книжками получат бесплатный проезд в общественном транспорте. В столице Нижней Силезии прошел концерт на воздушном шаре. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это «Новости in Poland». Мы начинаем! Вроцлав празднует 30-ю годовщину независимости Украины. Сковорода-фест – это ежегодный фестиваль, по случаю Дня независимости Украины. В 2021 году он приобретает особое значение в рамках городского празднования и общепольской инициативы «Украина-30ПЛ», посвященной годовщине. Традиционно празднование станет возможностью для межкультурной интеграции жителей Вроцлава и знакомства с современной украинской культурой, а также презентации культурных инициатив, которые развиваются в столице Нижней Силезии. Именно на День независимости Украины, 24 августа, площадь перед центром «Импарт» наполнится звуками и красками современной культуры – украинской и польской. Выступят новая Вроцлавская группа с украинскими корнями «Вымирающие виды» и музыкально-театральная группа «Даг Дотарс», которая уже завоевала сердца польской публики. Начало фестиваля – 18.00. В ближайшую субботу, 21 августа, вы сможете бесплатно путешествовать на общественном транспорте Вроцлава в честь Европейской ночи литературы. В акцию, кроме МПК Вроцлав, также включились нижнеселевские железные дороги и региональные перевозки. Однако, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо выполнить одно условие – иметь при себе бумажную или электронную книгу. В этом году 21-й международный фестиваль «Новые горизонты» проходит с 12 по 22 августа во Вроцлаве. Сердцем фестиваля, конечно, станут кинопоказы, но часть фильмов можно будет смотреть онлайн до 29 августа. Зрители увидят 271 фильм. Их покажут в кинотеатре «Новые горизонты», Нижнеселевском киноцентре и музыкальном центре «Капитоль». Также на рыночную площадь вернулось культовое кино, то есть серия специальных вечерних показов под открытым небом, в рамках которых будут представлены выдающиеся фильмы, награжденные на мировых фестивалях. Вход на показах в рамках домашнего рынка бесплатный, а само мероприятие будет организовано в соответствии с действующими директивами Главной санитарной инспекции с обеспечением максимальной безопасности для всех участниц и участников проекции. Во Вроцлаве прошло концертное мероприятие под открытым небом, посвященное львовским песням. Львов – один из главных центров культуры, науки и искусства в довоенной Польше, а Вроцлав – это один из городов, в котором обитало после Второй мировой войны больше всего львовских репатриантов, особенно из интеллигентной среды. И он стал наследником и координатором польских традиций Львова. На концерте выступили артисты, демонстрирующие характерную львовскую песню в разных интерпретациях – от балладных романов до кабаре, не отличающихся от оригинальных композиций, до смелых современных звуков. На открытой сцене на площади у Центра истории депо на улице Гребешинской выступили проект Володи и Юрий Токарев. Вход на мероприятие был бесплатный. В столицу Нижней Силезии прилетел воздушный шар, на борту которого выступила певица Розали, получившая недавно музыкальную награду Фредерик. Это был третий концерт в небе в этом году в рамках фестиваля облаков. Предыдущие состоялись в Варшаве и Гданьске. Розали выступила в субботу у мультимедийного фонтана. После концерта до полуночи была дискотека. Также на территории фестиваля желающие могли принять участие в фотосессии, воспользоваться возможностью подготовить персонализированную футболку, выпить коктейли и получить много разных призов. Вход на мероприятие был бесплатный, но принять участие могли только совершеннолетние. А теперь к другим новостям. Все полицейские десятитысячного города Камень-Поморский, что на севере Польши, пошли на больничный, потому что устали. Правоохранители уверяют, что ситуация связана с недостаточной комплектацией участков, а не якобы забастовкой. У них появилось переутомление, из-за чего они не смогли выполнять свои обязанности. В Люблине среди современных многоэтажных домов фермер обрабатывает поле. Застройщики предлагают ему около 4 миллионов злотых, но фермер отказывается. Местным жителям нравится этот необычный микрорайон, потому что лучше иметь зелень за окном, чем другой дом. Особенно интересны дети. Министр образования и науки Пшемыслов Чарнак в пятницу отменил положение о дистанционном обучении. Студенты возвращаются на стационарное обучение. Удостовения студентов, докторантов и преподавателей будут оставаться действительными в течение 60 дней, то есть до 14 октября 2021 года. В случае увеличения количества заболеваний коронавируса, ограничения будут введены вновь. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует... Необычной опять... Другой и закончится. Продолжение следует... Продолжение следует...